Новая цеха, современное оборудование, востребованная продукция. Таким должен был предстать Борисов Древ к 7 ноября. Код назад президент Беларуси специально приезжал на это предприятие и знакомился с положением дел на производстве. И увидел такую картину. На заводе шла модернизация, причем без преувеличения по всем фронтам. То есть взялись за все и сразу, как это бывает, не рассчитали сил. Взяв немалые кредиты и закупив оборудование, на Борисов Древе не успели построить новый цех. В итоге десятки миллионов евро, по сути, оказались на улице. А в таких условиях хранения автоматически исчезает гарантия. К тому же подвели и проектировщики. Без проектной смертной документации под новые линии борисовщане не могли завершить монтаж оборудования. Это лишь несколько нестыковок, которые уже тогда выливались в колоссальные убытки. Именно год назад президент дал управленцам второй шанс и время, чтобы навести порядок. То, что за год ситуацию исправить не удалось, стало понятно сразу. Александр Лукашенко сходу изменил маршрут. Вместо стендов и докладов пошел смотреть заводскую территорию. Картина оказалась, мягко говоря, неприглядной. Ну как можно за год не успеть? Это одного часа работы. Наверняка кран, сухое время было. Кран подогнали, загрузили, вывезли. Вы хотите, чтобы я вас сейчас при всех вот их камерах провез по периметру? Ну я пройду по колено в грязи, мне не проблемы. Но вы в той грязи можете остаться вместе с Семашкой и губернатором. Я же вижу, что у меня, я с луны свалился, я вижу, как вы тут порядок наводили. И это так, с глаз долой подальше. Как можно наводить порядок, не отсыпав дорогу, щебни, видите ли, у них не хватило. План развития Борисов-Древа предполагает техническое переоснащение фанерного и спичечного производства, реконструкцию цеха ДВП, а также создание производства плит МДФ. По взятым правительствам и руководствам предприятий обязательством, все должно было уже работать и приносить прибыль. На деле все иначе. Линия производства МДФ работает лишь в тестовом режиме. Склад готовой продукции в строй не введен. Ты что, не знал, что здесь нужен склад готовой продукции? Почему я не знал? Ты не обратил внимания, что он не построен? Ты не задал ему вопрос, почему он не построен, если уже с конца начинается? О первоначальной документации, когда мы начали заниматься этим заводом, этого склада не было. Потом дополнительно возникли вопросы о строительстве этого склада. Его запроектировали. Почему его не было? Вначале, когда планировалось, считали, что можно будет отремонтировать те склады, которые есть, но потом их пришлось нести в виду и в состоянии. А я тебя просил быть здесь и решать в течение суток. Уважаемый Александр, вы же так и делали. Спичечный цех с новым оборудованием также пока не дает продукцию. А ведь мощность одной новой линии равна четырем старым. Монтаж завершен, пуска на наладочные работы нет. Рядом новая котельная. Она ориентирована на местные виды топлива и позволяет ежемесячно экономить до 4 миллиардов рублей. Но это тоже пока лишь расчеты и экономия в теории. Вы мне обещали когда увезти. Семашка обещали. Когда увезти? Семона. Почему не увезли? Здесь пришлось менять проект организации. Не получили разрешение на строительство, не успели, а затянули. Пришлось менять проектировщика. Фразы, которые то и дело повторяли от директора завода, глава концерна «Белый лесбомпром» и губернатор Минской области, который курирует выполнение инвестиционного проекта. Сегодня ты должен был это сделать. Чем ты думал год назад? Что ты мне про людей сейчас ты думаешь? Я тебе тут развязал руки для него и для вас. Говоря о том, что у руководителей развязаны руки, президент имел в виду особые полномочия для принятия мгновенных решений, которые появились у председателя концерна и глав регионов. Но эффективно воспользоваться правами не получилось. Который раз дело завязло в бюрократических проволочках. Впрочем, наибольшее возмущение Александр Лукашенко вызвал даже не срыв всех графиков модернизации. Территория вокруг завода убрана лишь вдоль предполагаемого маршрута президента. Стоит завернуть за угол и перед глазами предстает то, что обычно называют «бардаком». Ты знал, что у тебя здесь будет? Я у тебя спрашиваю, ты не прячься за него. Ты знал, что у тебя здесь будет построено? Знал. Ну и что дальше? Ну, когда закончим те объекты, которые сейчас сделаем, строители придут сюда и будем здесь сделать. У них на всех не хватает. Так у вас нет проектной документации? Ну, из проектной организации недавно было сказано, поменяли проектную организацию. Это была частная, которая ушла, сейчас другая проектная организация. Они будут делать, и тогда строители придут сюда и будем их выбирать. И когда вы поменяли частную на государственную? Месяц в девять как поменяли. С марта месяца. С марта месяца. Борис Управед. Что за проблема? Нарисовать то уже, что сделано. Что за проблема? Да не было... Для прокурора, если уж на то пошло. Никакой проблем. Это что, куда-то эти отходы будешь сжигать. Там же железобетон, металл вместе в перемешку с древесиной. Сортирую на сегодняшний день. А зачем ты перемешал это все? Это что за туалет стоит? Вне цехов, но на территории предприятия все смешалось. Сырье и мусор, старая техника, неубранные рельсы и куски арматуры. Очевидно, что для простой уборки строителям не было нужды получать специальное разрешение. Может подписку не вынесли? Освободить сегодня же в обед от занимаемой должности. Дернется за пределы этого самого Борисова, посадить. Возбудить уголовное дело по материалам Никоксона и принять расследование. Но это еще не все. Сейчас дойдем до Батура и Симашка. Президент, как и обещал в начале рабочей поездки, пошел по территории, где грязь действительно. Местами, как говорят, по колено. Я тебя вот там поставил и сказал, вот здесь навести идеальный порядок. Почему ты не навел? Я тебе сказал, навести порядок и посеять траву вплоть до речки. Вместе с Батурой. Почему это не сделано? Борисов Древ не единственное проблемное предприятие в отрасли, где не справились с модернизацией. По сути, на каждом из девяти обновляемых производств затянуты сроки. У стендов Александр Лукашенко устроил БЛИЦ-опрос всех директоров. После твоего туда назначения, по причине твоего назначения, что там сделано, что не сделано? По старой площадке были ваши поручения по модернизации старой площадки. Будет производство высокоглянцевой отделки плит ДСП, которые будут использоваться на мебельных предприятиях, как фасад. И будет производство деталей, мебельных деталей для каркаса мебели. Третье производство цеха – ламинирование. Что касается нового производства, он все выполняет. Переуполняет даже. И все там идет нормально, и даже перевыполняет. Это не его заслуга, дальше что ли? По старому производству я считаю, что он правильно себя ведет. Что поручения у нас конкретные, его цены 4 есть? Да, вот он их назвал, есть. Он начал правильно с проектной документации, потому что все наши детали... Почему вы его сняли с должности? Потому что там был бардак. Бардак. Навел он порядок? Навел. Навел. Значит, претензий на сегодня в силу того, что мы ему конкретно не поручали ничего, предъявить не можем? Ну, в принципе, да. Понятно. Дальше. Наталья Гребовна, на сегодняшний день был протокол вручения 7 ноября вести цех мебельный номер 3, но мы не сделали по той причине, что, значит, не прошли свое время на экспертизу по включению, что некорректно проектная организация выбрала проектная работа, и мы по-новому проходили экспертизу. Попить речи. Значит, 7 ноября мы не успели, я думаю, что мы успеем в декабре месяце вести в рецепт. Что на сегодняшний день не сделано на речи ЦДРЭП? Цех ТСП пока не сделан. Если говорить о том, что не по плану, то не сделан цех ТСП. Если мы с вами говорим, пока что не сделано. Но они, так сказать, не должны были сегменты. 20 декабря мы должны получить первую плиту. Для комплексного анализа проблем Александр Лукашенко поручил создать комиссию. Ее возглавит председатель комитета госконтроля. Отсчет комиссии представит не позднее, чем через месяц. Но жесткие кадровые решения Александр Лукашенко принял сегодня же, не в кабинете. Давайте договоримся так. Максимум 10 декабря. Собираемся у меня. По дерево обработать. Ты создаешь комиссию. Смотришь планы модернизации. И смотришь поглубже, что там происходит. Вот таким образом. Не жди меня, потому что уже я тебя буду водить там. А не Семаш Казбатура. Везде посмотришь. Комиссионно. Как у Кобякова комиссия по строительству. Точно так небольшую группу своим решением создавать. И каждое предприятие. От Ивацевич до мостов. Все пройти. Все, что в государственной программе модернизации деревообрабатывающей промышленности. Плюс все мои поручения. Отдельные. Особенное внимание Витебску. До 10 декабря мы проводим совещание. Итог сегодняшнего совещания. Не администрация президента. Приехали сюда как наблюдатели. Поэтому проект указа об освобождении тура от занимаемой должности. По Кобякову строгий выговор с последним предупреждением. И выговор помощнику, который здесь работает в своем месте. Батура отстранить от занимаемой должности. Министра отстранить от занимаемой должности. Где руководитель проектной организации? По нему то же самое, что я сказал по руководителю строительной организации. Подписка не выездит. Он разбирается с ним. Возбуждается уголовное дело. Если у вас будут малейшие подозрения по председателю концерна, по Батуре, по Симашко, немедленно включайте их в уголовное дело. По Симашко примем решение после того, как проведем это совещание. Значит, начинай работать. Это твой треск. И тебя спасает только то, что ты 3 дня в 2 года в неделю работаешь. Наводи железный порядок. Ты знаешь, что делать здесь. Ибо мы будем ходить и вечно кувыркаться. То у нас валюты не хватит, то и что. Мы тут угробили миллионы долларов валюты. Если год назад приезд президентов Борисов закончился грозой, в этот раз и при таких результатах вполне ожидаемо следовало ждать настоящей бури. Как видно, не все руководители смогли воспользоваться вторым шансом для исправления ситуации. Очевидно, что на будущем совещании разговор предстоит не менее жесткий и принципиальный.